так меня зовут ксения начнем да смотрите 3 яблочко у нас до самые главные объекты наши и сначала мы наметим карандашом просто 1 кружочек 2 кружочек 3 полу кружочек да потом чуть-чуть наметим листики вот эти основные которые у нас видно впереди и потом начнем красить первое яблочко самое главное у нас вот этого до смотрим половинка листочка половинка до посерединке можем поставить вот нижняя точечка вот это вот это примерно половинка здесь да и половинка здесь листа и сверху сколько расстояния вот только на тоже точку поставили то есть посерединке моего располагаем и с этой стороны с этой стороны либо же сразу у вас одинаковое расстояние можно пальчиками так раз померили вот так и примерно поставили точечки и соединили либо сразу рисуем кружочек да потом у нас форма яблока она не идеальный круг да посмотрите где то есть немножко выпуклость то есть у нас нет нет задачи прямо идеальный круг сделать да нарисовали и теперь вот это вот подождите подожди до у вас получается я рисую а потом к вам ко всем подойду о чуть ли не прямой линии не соединил кошмаричи почему все хорошо только единственно чтобы уголки сделали да на точечку вот их немножко вот так раскруглить говорите быстро а вы вперед меня у вас и сделали одно есть одно есть второе то же самое можно отметить сколько снизу это же вот серединочка листочка вот краешек у нас вот сколько здесь тоже точечки поставили сколько снизу еще одну точечку поставили и у нас уже это яблочко нарисовано где на нем эта точечка вот здесь вот это для удобства построения и раз соединили второе яблочко и тоже вот эту пинточку да и третье яблочко выглядывает у нас вот тут вот что мы можем сделать у нас есть вот эта половинка на нем поставить вот эту точечку здесь здесь за листиком яблоко ну примерно вот туда тоже и если сложно сразу зато можно водить еще точечку и тоже раз . готова потом здесь есть такие вот округлости да вот выпуклости немножко до неровности какие-то вот яблочки можно если хотите их немножко как бы прорисовать сделать сделайте какую-то свою форму нам не обязательно в точности мы творим что-то свое можно сотворить кого-то могут зеленые яблочки появится у кого-то желтую кого-то красную то есть нам не обязательно прямо один в один один в один повторять да мы импровизируем наслаждаемся листочки теперь жду рассказывать скажите больше все хорошо больше чем все нормально вот тут потом . раз . 2 соединили здесь . 3 да и вот тут вот вот это выемка да дуга тут немножко теперь разбираемся вот наша веточка откуда у нас языки по вот он зарисуем цветка куда все пришло веточка подождите как сделали вот веточку вот она листиком просто немножко закрыта просто палочку дальше вот этот листик нарисуем тоже линия отсюда да откуда точечку можно поставить откуда она пойдет и раз линию наклон у нас есть вот наклон потом вот это расстояние возьмем да от яблока до листика вот это вот и теперь вниз наверх здесь толщину взяли небольшую и сюда смотрите если прям точно нам вырисовывать да то смотрите чтобы чуть-чуть краешек яблока перекрывается заводить тут какая-то там неровность есть писточка да можно тоже изобразить если хотите тут у нас наверх пошло и тоже он прям такой ровный да тут есть уголочек такой если хотите можно его нарисовать кто хочет можно сделать вот эти вот прожилочки но в принципе они нам не нужны карандашом карандашом обязательно прорисовывать я так намечу для вас просто потому что мы можем это сделать краской дальше вот этот задний листочек он спиной к нам да задней стороной главная ось вот эта центральная отсюда раз вниз полосочку сделала потом вот здесь вот от этой пимпочки тоже вниз у нас пошли ну и тут маленький уголочек у нас поместился да у меня немножко тут у нас край есть да то есть вот так вот можно сделать вот так и тут тоже есть прожилочки если хотите можно их нарисовать или там наметить себе чуть-чуть два листика готовы подойти надо кому-нибудь помочь или все нормально получается они эти прожилки симметричные да с одной стороны листочки нет не совсем не совсем смотрите вот здесь отсюда пошла вот она куда пошла здесь она пошла они не скаковать не застыковали а здесь остыковались а здесь этой стороны есть а с этой стороны нет тут тоже вот одна отсюда пошла другая отсюда летят если хотите поближе на телефон можно сфотографировать себе и в телефон посмотрю поближе так нарисуем вот этот вот листочек я предлагаю он здесь как бы мы его почти не видим да давайте нарисуем полноценный вот такой то листик придумаем веточка и сделаем листик но он там допустим тоже завернут как будто он половинка видно или можно например вот так чуть-чуть сделать так раз листик два три ну четыре боком да и там чуть-чуть сзади это просто такой фон у нас сейчас будет давайте вот этот вот здесь вот полосочку сначала вот эту вот рисуем средняя тоже ось откуда она идет вот отсюда веточка вот отсюда и сюда пошла но не до конца здесь отсюда вот эта точечка пошла и здесь такой интересный заворот разберемся в этом завороте смотрите первая полосочка это у нас вот это вот внешне она параллельно идет вот вот она нарисовали эту часть здесь кусочек вот сюда идет наверх вот сюда пошел наверх соединили полосочку а дальше вот такое вот изветвление такое такая такие дуги пошли у нас здесь до серединки у нас доходит дуга опять сюда выходит и здесь вот такой вот заворот сюда вниз пошел заворот вот сюда даже чуть-чуть побольше дуга у нас соединились с этим краешком а здесь на чуть ниже отсюда выходит раз и завернулся вот сюда и теперь вот эта серединка у нас уже есть и тут все просто вот этот просто кусочек нарисовать но еще толщину и вот здесь вот маленькая такая дуга еще нет откуда она пошла где еще яблочко разобрались не очень можно придумать да как оно будет изгибаться не обязательно точности и как не получается вот это бежать все хорошо вот это вот тут вот другая пошла вот она у вас завернулась вот этот кусочек стереть вот этот кусочек мы стираем вот этот кусочек мы тоже стираем то есть вот этот точнее а вот там он как раз выходит вот толщина есть так что листика нет вот здесь вот отметили закуда толщина вот здесь вот раз на верх листик пошел потом здесь вниз вот так вот раз все готово все готово импочки да 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 здесь вот так вот вот так вот 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 это все же так называются красные такие яблочки вот джина там которые красные вот они немножко вот такие вот 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 это у вас другого сорта чуть-чуть его чуть-чуть чтобы оно было покажите вот это вот вот эту часть или как это гольда со мной со мной ну а что все хорошо что не нравится молодец так все нормально у тебя а чего толщину вот здесь вот потеряла вот эта толщина вот так вот идет до конца вот и все остальное все вот здесь вот наоборот толщины нет это лишнее все а вот тут вот она должна у тебя выйти листочек там кусочек торчит и пимпочку вот эту вот потеряла все хорошо тоже вот эта маленькая пимпочка где у меня трубочки все есть все у вас уже даже здесь остальные вот этот рисуем рисуем что у нас тут разбираемся вот средняя линия нарисуем да вот эту середину вниз откуда она идет вот здесь вот точечка вот да вот здесь вот здесь вот 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 и вниз вот сюда вот прямо можете посмотреть где у вас тут изгиб идет например на этом листочке и поставить вот сюда вот вот теперь вот такая вот волна пошла вот с этой стороны вот такая волна вот здесь кусочек яблочко я сразу стираю потому что я уже его там то есть лишнее я сразу могу стереть чтобы потом не путаться где он там просвечивать сразу стираю и вот эта часть все просто вот этот листочек он такой вообще плоский почти да то есть можно нарисовать вот такую дугу отметили где она у вас закончится вот здесь вот и здесь смотрите отсюда от этой точечки чуть-чуть мы сначала наверх заходим а потом пошли вниз и вот здесь вот уже вот эту вот плавность рисуем какой-то вот такой вот изгиб красивый и вот он прямо приходит вот он прямо приходит к этому кончику все и вот здесь вот кусочек перерисовали готово и последний листочек тоже все просто рисуем дугу вот здесь вот раз дуга и вот здесь вот волнистая вот такая вот у нас все остальное у нас фон расплывчатый сзади ну вот этот кусочек листика можем еще нарисовать соединить вот здесь вот просто заднюю часть вот там вот здесь вот уголочек вот такой торчать все готово все приступаем красить а здесь вот разное такое просто размыло будем делать молодцы у всех красиво получается даже карандашом так кому то надо что-то подсказать я смотрю что все уже справились ну что открываем краски начнем с яблочек берем толстую кисточку смотрите вот бывает такая ситуация что краски вот так вот испачканы что мы делаем не вижу белые например нам надо помыть так берем смываем цвет и тогда у нас будет чистенько просто если есть такое да что мы делаем теперь рассказываю сначала мы с вами смочим яблочко одно сначала просто смачиваем водой чистой и потом по мокрому будем красить чтобы у нас красивые разводы были растекаялась как краска да тут желтенькое пятнышко есть красненькие какие-то пятнышки если мы посмотрим у нас не просто красное яблоко да у нас где-то посветлее есть свет а где-то темнее есть тень и соответственно мы будем добавлять где-то желтенько где-то зелененько где-то там больше оранжеватого поэтому мы сейчас сначала смачиваем а потом начинаем красить чистый чистая вода нарисовали водичкой яблочко сначала просто смочили все смачиваем яблочко а зачем вообще они у вас пока в одну красить и другие высохнут поэтому нам все не надо или по очереди а на него одна которая красим там смочили чтобы водичка желательно разномерно была распределена теперь выбираем цвет который мы красим попробуйте несколько красного смотрите что вам подходит можно использовать сразу несколько цветов вот я набираю не просто один цвет а сразу несколько тут потому что есть оранжеватый чуть-чуть да если посмотреть где-то есть желтоватый поэтому я сразу буду себе намешивать здесь чуть-чуть оранжевый чуть-чуть красный где вы там надеюсь я намешиваете на лифте у вас есть листочки на котором вы рисуете лежит который у вас подходит и потом вот так вот я беру и начинаю чуть-чуть внедрять краску здесь где вверх у меня где свет я буду делать более прозрачный цвет не такую насыщенную краску вот это местечко да она у нас такое светленькая немножко свет там отражается да поэтому я делаю больше прозрачного цвета ближе сюда к низу края вот сюда да и к этой выемки наши чуть-чуть буду добавлять цвета акции я покрасила и сейчас я какие-то вот моментики еще затемню вот здесь вот например да вы здесь вот какие-то кончики чуть-чуть я взяла другой оттенок сейчас намешают три цвета беру и имя вот здесь вот уже прорисую какой-то рисуночек дай пока у меня мокрая смотрите пятнышко до растекается хорошо как смотрите чтобы мог и уже вот эти вот пятнышко делаем и сначала мы как бы сделали основу да а потом прорисовываю в этой основе уже рисуночек где-то какие-то у нас крапинки можно крапинки по форме растет чтобы у меня вот полосок вот таких вот не было я беру просто водичка теперь и соединяю цвет вот так вот водой просто делаю вот это вот плавность соединяю и размываю так как мне надо сделала крапинки а теперь размыла это мой дом разговаривать я теперь чуть-чуть добавлю желтенького желто-зеленый так немножко здесь да чуть-чуть оранжеватый здесь можно добавить чуть-чуть оранжевый насчет взять не знаю просто они говорят что нужно не знаю это надо спросить у кого-то я не библиотекарь потому что я спрашивала взять может там где они отложены в коридоре в коридоре по-моему да здесь сколок не берут вот добавляю чуть-чуть оранжеватого в какие-то места пока у меня растекается еще да то есть я создаю сейчас объем и теперь желтенького и немножко даже зеленоватый такой цвет тоже у нас есть желтый лимонный а есть такой тепленький здесь вот можно немножко даже лимонное с зеленым сделать а сюда чуть-чуть добавить вот сюда добавляю такой легкий оттенок добавлю добавлю так и чуть-чуть вот серединочку смотрите еще потому как у вас растекается сам рисунок да может быть вы какой-то там переходик какой-то красивый здесь вот у меня пятнышко легло например я вот вокруг этого пятнышко могу что-то какие-то добавить смотреть как растекается и серединочка такая нас темненько зеленый немножко с коричневатым смешиваем у нас есть травянистый зеленый он может быть быть у вас в другом месте смотрите серединочка тоже у нас свет и нет тут светленький кусочек тут снизу тем это она попросила меня на карте прорисовать реку сестру ну как бы я реально прям максимально все я не обижаюсь передам прорисую я по сестру другой раз ладно все счастливого пути а вот сверху более прозрачный цвет такой делаю и вот у меня смотрите тут чуть-чуть потекло да я просушила кисточку и сухой кисточкой с просушенной взяла из тюрьмы если что-то растекается добавлю сюда красненького и теперь хочу немножко развести вот по краям до чтобы не четко такая пимочка все у всех получилось нет у меня яблоко как диск вот теперь я смотрю на яблочко да если мне где-то хочется там тени какой-то добавить или объемов я еще нарисую нарисую вот так вот водичкой потом краешки вот эти вот средние так все хорошо вот тут водичкой просто можно теперь вот так вот подразмыть а там нет а кого вы ищете я там спросила вас долго ждали 40 минут вас ждали а вы по поводу каких вопросов несколько раз по поводу че а ты другая тиша я говорила девушка которая здесь вот руководит все я никогда не знаю не пошло да не там все хорошо вот сюда вот тебя и добавить вот чуть-чуть потемнее сделайте бордовые пятнышки вот сюда вот углубить жёлто и зеленоватый да вот сюда вот бордовых можно кусать то есть вот сюда теми добавить здесь все хорошо просто парочку мастер очков буквально вот почерпнуть вот что я имею ввиду как раз видите тень чуть-чуть больше до объема вот сюда вот добавить вот сюда чуть-чуть буквально 1 мазочек 2 мазочек уже будет объем водичка смочить потому что уже немножко высохла или сейчас уже нарисовали теперь водичкой чуть хорошо очень вы уже были папа рисунком смотрю что техника похоже хорошо очень красиво а вы потом кисточкой просто куда-то направить много воды добавляющие на смотри краска смоется про промакиваю немножко салфеточку и лишнюю водичку вот отсюда убрать немножко рисуночек например какой-то делать да там есть полосочка не просто стираешь да а стираешь по форме например полосочки прорисовываешь ты хочешь не помочь у тебя как раз вот высветлится эта тема и не будет там воды сейчас на свое яблочко смотрю тоже у меня такое белое серединочка такой можем сюда объемы какие-то местечки должны быть светленькие беленькие какие-то темненькие кисточкой вот просушенный до раз где-то сделали вытерли и сделали свет световые пятнышки вот здесь вот где у нас свет падает да вот раз и нарисовали этот объем где свет падает именно вот а где тень наоборот сделали подчеркнули чуть-чуть потемнете все хорошо размазать водичкой так следующее яблочко сейчас я у себя чуть-чуть еще добавлю следующее яблочко то же самое у кого грязная очень вода лучше поменять бы яблоко не было грязным салфеточки тоже если уже использовали следующего можно положить все то же самое дело смочили яблочко смотрите если у вас здесь мокрый край у этого яблока имейте ввиду что потечет поэтому тогда чуть-чуть либо расстояние сделайте потом соединить либо подождать когда подсохнет у меня уже подсохла поэтому я крашу в стык смачиваем тоже водичкой и немножко времени время сжимаем да не не растягиваем долго очень мы делали одно яблочко сейчас немножко уже знаем когда поэтому делаем побыстрее потому что нам сейчас много чего надо сделать а время не мало все успели закончить покрасили уже так так долго не буду рассказывать покрасили водой набили цвет красненький зелененький желтенький да у нас тут присутствует и то же самое пятнышки делаем чтобы сделать темно-красный например бордовые вы хотите что надо сделать можем добавить холодного цвета синий например или в данном случае можно темно-коричневые допустим чуть-чуть добавить или даже и то и другое и тогда вы делаете более темный оттенок вот сюда вот да можно сделать более темного я навела чуть-чуть добавила синего чуть-чуть добавила коричневого такой бордовый у меня получился вот сюда вот я хочу только у меня уже подсохла здесь яблочком быстро очень поэтому еще раз я смочу но на самом деле это неплохо да если где-то подсохла мы можем такую технику делать где-то у нас разводом да а где-то у нас вот прям можно поставить вот так вот такой мазок и старайтесь вот я посмотрела у многих очень плотный цвет берете да старайтесь оставлять все-таки вот такой вот прозрачный акварель она любит прозрачность то есть лучше пусть будет где-то больше света если что мы потом сверху можете перекрыть да а если вы сразу затемнете то вы уже не сможете поэтому лучше сохранять больше прозрачности потом зеленый у нас есть такой ядерный зеленый но я не рекомендую его использовать в чистом виде потому что он не очень натуральный по цвету поэтому выберите и немножко его смешайте с травянистым цветом и тогда он будет более такого природного цвета все-таки и это же листик да у вас нет это яблоко вот мы делаем а вот эта часть у нас светленькая да немножко желтеньким зеленый желтым смешиваем то же самое можно взять этот светло-зеленый чуть-чуть желтого добавили и вот эту часть вот сюда вот желтенькие пятнышки можно добавить а вот а вот 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 и просто водичка я просто сделала пятна какие-то да теперь я хочу еще сверху вот я сделала здесь темный цвет почему потому что у меня тень от этого я облака здесь падают я хочу поэтому сделать его более насыщенным я беру больше даже как чем это у нас изображен но это думаю так сказать моя импровизация можете брать оттенок более светлый красный сюда добавлю соединил бортомы с красным вот здесь вот красный вот водичка вот такое пятнашка яблочком беру просто водой и соединяю вот эти пятнышки аккуратненько развожу туда куда мне надо краску краску чтобы у меня не было вот какие-то полосок таких вода которые мне не нужны в данном случае краска и и и и и и и Продолжаем. Смотрите, у основания темненькое, а краешки светленькие. Вот здесь, в этой основании. Краешек светлый мне нужен. Дайте мне, пожалуйста, салфеточку. Душа нету. А, хорошо. Сейчас принесу еще есть. Спасибо. Так, прорисовываю темненькое основание. Вот эта вот выемка. Углубила. Как бы туда углубление. Смотрите, вот тут зелененького хочу добавить. Вот, смотрите, да, тень тут есть. Так, а краешки светленькие. Зелененький-желтенький. Легкий прозрачный такой цвет. Делаю. И потом, сейчас у меня чуть-чуть подсохнет. Я потом просто прорисую рисунок уже тоненько темным. Сейчас пока просто обозначаю. Не перебарщивайте с фиолетовым. Да, вот красиво вот это все, да. Но фиолетовый вот этот неестественный получился, да. Оставьте, оставьте, просто сверху перекройте. Цвет более натуральный сделайте. То есть это не природный, да. У нас фиолетового такого на яблоках нет. Да, вот, вот это уже больше. Либо красным, либо красным немножко с коричневатым вот смешайте. И тогда будет натуральным. Все хорошо. Пусть будет такая полосатость. Все хорошо. Вот здесь вот чуть-чуть темно-зеленым вот эту подчеркнуть и пимпочку. Вот пусть развод хороший. Это какой красный нужно делать? Вот здесь вот темно-зеленым подчеркнуть. А потом светленьким вот эту пимпочку. Свет. Угу. Так. Красиво. Угу. Вот света, света хочется добавить. Немножко сделать. Размыть, да? Да. И какие-то пяточки вот просереть. Потому что писточка просушила. И вот сделать где-то вот, смотрите, блики у нас есть на яблочке, да. Вот сделать эти блики. Свет, объем как-то добавить, да. А то плоско, плоско получается, да. Чуть-чуть вот объема раз, добавили. Вот раз, протерли. Так вот, как бы, округлилось немножко, да. Немножко, да. Свет, очки на обещание. Свет. Угу. 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 водичку знаешь немножко сделай блики то же самое и меняем сейчас воду немножко просушила кисточку не сделай вот это да блики должны быть тут у нас объем должен быть виден это есть у тебя а вот здесь пропала больше чечнему протерла и у тебя сразу как бы более объемная яблочко а вот сюда наоборот тени добавь вот сюда вниз где пинточку сейчас вышли сюда вот чуть-чуть затем не здесь я сразу тоже так я сейчас тоже чего-то хочу добавить яблоко куда-то сюда еще нет иногда отстраняйтесь от своей картины вот я отхожу да я посмотрела издалека я вижу что мне добавить надо дали где-то что-то отправили отстранились немножко от картины посмотрели издалека что вы там рисуете на чего я хочу это вот сюда не хочется делать вот просто добавила пятна а теперь вот краешки не беру сейчас и водичкой просто это если у меня уже подсохла тут все да я просто беру и водичкой размываю но не просто так как попало да а я рисуночек заодно прорисовываю здесь какие-то например полосатый сны прозрачность хорошая получилось а объем за счет а краешек возьму и опять размоем то есть сохраняя вот эту прозрачность которая была сейчас вот немножко я добавлю еще вниз немножко так теперь перерыв две минутки набрать воды вода уже все грязно до нужно чистая вода вот здесь вот я под яблочком уже делаю тень смотрите коричневым делать нет это я добавила чуть-чуть фиолетов в бардон но в капельку не переборщить смотрите по оттенкам какие у вас можно коричневые мальчики где-то сохраняем прозрачность и вот тут вот тоже вот этим же цветом я подчеркну под листиком тут уже не надо мне чтобы расплывалась я могу более четкий контур и краешек просто я уже контур дело четкий да а краешек размером опять же и чтобы вот эта прозрачность сохранилась чуть водичкой просто теперь раз все тут много с этим яблоком надо мучиться долго ножки поделали иди не что будешь даем с телефоном что еще подачи Ну, как это? Утюг пришел вниз Ну что, он лежит все дома? Утюг 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 Все, яблочки готовы Утюг А У кого там под рукой у нас время Телегон Минут пять Хорошо Приступаем к листикам Все хорошо, краешек просто можно вот так вот размыть чуть-чуть водичкой прям и Хорошо Так, ну что, разбираемся Что у нас тут есть У нас есть задний фон Он такой расплывчатый и размытый По мокрому Я предлагаю Тут можно идти разными путями Я предлагаю пойти таким путем Мы с вами сделаем сейчас весь фон То есть, что мы сделаем Мы смочим Все наше окружение вокруг яблочек Яблочки должны быть сухие, при этом Иначе поплывут, да? Угу И сделаем такой прозрачный, легкий тон И потом сверху уже Прорисовываем То есть, мы закрашиваем все вместе с пестями И потом сверху уже прорисовываем листья То есть, у нас фон будет Разводами такими более прозрачными Ну, как тут все Тут зеленое, тут там беленькие где-то просветы Тут такие белые Ну, вот такой вот, как есть, такое и делаем Как есть общий фон, такой мы его и делаем Только мы его делаем не плотным цветом Мы его делаем более таким прозрачным цветом И по мокрому, чтобы у нас просто растекалась краска Да? Поэтому мы смачиваем с вами сначала Можно смачивать кусками Например, половинку вот эту вот смочили Чтобы там не подсыпало Покрасили половинку Но смотрите, чтобы край вот этого Если вы краской не доведете Чтобы у вас потом не было полоской То есть, мокренький все время поддерживать силу Смочили кусочек вот этот, например Сначала покрасили Аккуратненько контур Смачиваю так, чтобы у меня было влажно, но не плавало Вода Где будет подсыхать, чуть-чуть уже добавлять Потому что впитывается быстро достаточно Вот эту часть до листика Тут у меня уже цвет меняется Поэтому я до листика сейчас смачиваю И буду делать зеленый вот этот платон Смочила Навела теперь зеленый цвет, который мне надо Фоновый такой А он может быть вообще Например, у вас там где-то с голубоватым То есть, вы можете придумать Да? Там может небо у вас просвечивает или еще что-то Да? Где-то там темнее, где-то светлее Сейчас просто такие пятна делаем Они же потом будут и в наших листьях Поэтому мы делаем прозрачно Настолько, чтобы потом еще листья мы окрасили А у нас все-таки они были видны Поэтому я делаю легкий тон Вот такой вот прозрачный сделаю Где листики, может быть, даже не буду там сильно красить Например Где-то желтовоченького сейчас добавлю Такого тепленького хочу Солнечный свет Вот, смотрите, видите, просто растекается краска Вот она Пусть и растекается, да? Здесь где листочек Тоже я такую подоснову как-то делаю Водичкой вот так вот подразмываем немножко И вот до этого листика я сейчас закрашиваю Ну, я сразу учитываю, да, и то, что у меня тут происходит тоже То есть не просто бездумная там ляпа А все-таки учитывая то, что у меня сверху будет еще листочек покрашен То есть вот я сделала просто прозрачность такую, да, немножко сохранила Вот И теперь вот эту часть Делаю то же самое Смачиваю Вот тут пока не сильно засыпала Размотно, да Тут какие-то еще белые пятна, например, есть Можете тоже капать вот так вот Оставляя какие-то, например, пятнышки Или можете эти пятнышки делать каким-то цветом, например, если хотите Видите Пока я тоже не все Вот Пока Вот эту часть Смачу И тоже в таком же ключе Здесь буду сейчас немножко зеленый, темно-зеленый Например Где-то могу поплотнее, например, да Тут у меня прозрачная А там может быть у меня тустая, допустим, достала Смотрите, какой вам, что вам хочется добавить Где-то зеленый, желтый Ну, я не знаю Вот это Ну, я не знаю Ну, я знаю Ну, я знаю Я смотрю, чтобы цвет не однообразный был весь день, не одинаково, да А где-то я сделаю потемнее пятна, где-то потемнее Пятна, где-то потемнее Носковые просветы Опять же, учитывая то, как у нас листики лежат Помним, что это у нас просто фон И это еще мы не рисуем листья Здесь все у нас будет сверху Поэтому все-таки старайтесь сохранить прозрачность цвета Поймала Тут у меня вот листья темные будут, поэтому я сразу могу темный оттеночек вот этот вот Уже сюда внедрить по мокрому И потом сверху уже контуры Как-то брать Сделать Теперь смачиваю вот этот кусочек уже Теперь смачиваю вот этот кусочек уже И тут такой тепленький оттеночек у нас Можно охра Немножко рыжего добавить Зеленый с чем можно делать? Зеленый с темным Темный 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 смотрите вмешайте вот я могу уже подчеркнуть по форме листьев помог кому-то опять же это так вот фон готов фон готов так как она они у нас уже покрашены чуть-чуть мы можем просто оставлять например вот есть фон есть листик мы можем какую-то часть этого листика оставлять следует например вот эта грань у нас листа она светленькая прозрачненько мы можем ее даже не прорисовывать например мы можем прорисовать только затемненный контур а свет оставить и вот тут вот как бы делать вот эту половинку то есть мы можем какие-то места оставлять такими какие они у нас уже нарисованы поэтому смотрите да что мы сейчас вот это например светлое местечко я уже тут и тогда светло оставила если он она вас покрашена тогда тоже смотреть может быть вам не надо допустим там будет прокрашивать поэтому смотрим что делаем так какие-то места допустим если вы хотите чтобы они размытые были тоже можно например сначала краешек смочить водой а вот сюда а потом пройтись и чтобы он простёкся например красиво куда-то если вам нужно там если нужно тогда так не делаем что я сделала я сначала покрасила чуть-чуть потемнее да а сейчас я вот немножко как бы рисунка вот это там просто где тень я больше подчеркну уже более тоненько тут уже можно вот например вот эти вот прожилочки чуть-чуть и вот здесь вот уже мы можем вот эти прожилочки вот в прорисовывать и 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 теперь чтобы не было вот эти вот детским рисунком водичкой фактически где-то оставляю свет а можно еще оттеночки например где-то потеплее это добавляете желтенький например добавили чуть-чуть прозрачно просто да потому что у меня это часть листа светлая вот сюда вот около грани как будто бы изгиб дала по этим полосочкам где-то я могу разумеет чуть-чуть до чтобы не такие четкие линии были все таки более натурально чтобы либо сразу смотрю где чего добавить либо сейчас сделаю другие листочки а потом может быть еще где-то что-то подчеркну палочка и сюда же я вот прожилочку например раз прожилочку тоже добавил тоненько потому что светленькие такие у нас вообще прожилочки там чуть-чуть зеленоватенького сюда в серединочку но это уже прям детально делаю где тени где свет теперь смотрим вот этот листочек вот смотрите как его красить вот этот нижний как его красить у нас тут светлые прожилки с обратной стороны листа поэтому лучше красить листочек так чтобы эти прожилки оставить не закрашивать их светлым да наоборот а оставить их нижним слоем то есть покрасить так чтобы не весь а только вот эти кусочки между прожилками и тоже такую прозрачность нужно сохранить то есть что я делаю вот у меня здесь такие маленькие прожилочки до я беру вот так вот так закрашиваю я оставлю вот эту прожилочку светлую вот что я сделаю раз вот поняли да а прожилочка светлая я ее не закрашиваю потом взяла немножко допустим теплый оттенок добавила тут я светленький листочек вот покрасила опять прожилочку оставила и цвет я беру прозрачный такой немножко это обратная сторона листочка там как будто свет сквозь него просвечивает немножко да опять вот так раз сюда и прорисовываю прожилочку оставляю вот что у меня получается и потом где-то например я чуть-чуть потянули здесь больше тени за яблоком до соответственно я был такой же прозрачный цвет на стол делаю потемнение и потом чуть-чуть еще вот сюда добавлю ну наверное сейчас еще подожду чуть подсохнем чтобы подчеркнуть и вот эти уголочки тоже могу подчеркнуть где прожилочки и водичкой вот видите как бы прозрачный листик такой получается да и краешек то же самое делаю чуть-чуть для темнём вот этот вот рисуночек вот краешек включился листов и точно так же вот здесь и вот я использую на самом деле одну кисточку все время толстую но даже тоненькие вещи я рисую это кисточку кончиком просто до кончика мы можем уже тоненько аккуратненько рисовать тут у нас уже такая более кропотливая работа пошла да и опять уголочки затемнюю сейчас ближе к яблоку ближе к каким-то стыкам мне должно быть чуть потемнее поэтому я вот сюда вот эти грани добавлю нам что у меня не везде одинаково да а границу вот еще чтобы не было у меня вот такой вот прилигнулась все таки он ведь неровности вот еще я теперь смотрю куда мне добавить и краешек вот что получилось и прозрачность листика ней да и прожилочки есть такой листочек теперь вот сюда вот в этот я смотрю вот тут я делаю тепленький хорошо так стало сюда тоже хочу прозрачный это же я могу то есть я вам рассказываю что я делаю да а вы глядя на свой рисунок смотрите по тому как у вас выкладывается все вот это вот да то есть у вас могут быть там какие-то другие линии может вам не надо вот и где вот 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 И сюда вот вправе я выбираю. Теперь следующий листочек рекламы сначала. Так, вот теперь я вот листик сделала, смотрю на яблочко. И теперь я понимаю, что вот здесь мне надо еще затемнить. Но когда продвигаемся по чуть-чуть, мы уже видим следующий этап, который нам надо поправить. Затемнило. И тоненького уже могу перерисовать вот это вот. Так, иду к вам. Так, вот у нас какие яблочки сегодня. Я не понимаю, какой краешек. Ну ладно. Все закончила, да? Ой, прости, пожалуйста. Так, пимпочку. Вот тут вот пимпочку сделай, пожалуйста. И вот этот вот листочек, смотри, чуть-чуть тоже, да? Что-нибудь с ним. Да, чуть-чуть вот соедини, да, вот тут вот. Оно откуда растет, непонятно, да? И вот тут вот сделай тоже какое-то затемнение, чтобы вот это все соединилось в одну композицию чуть-чуть. Вот, правда, если подпадать, то что-то нужно. Чем дальше, тем лучше. Покажите. Чем дальше, тем лучше. Так, хочется вот сюда пятно доделать. Вот здесь как бы есть завершенность, а вот тут как будто не доделали чуть-чуть, да? Вот буквально пару мазочков вот этих вот граней сделать, и уже будет завершено, да? Так, вот так, ну что? Вот тут вот более у нас завершенные листики, да? А вот тут вот... Не хватило времени, да. Вот сюда вот... А вот сюда, смотрите, здесь есть у вас такие брожилочки, и оживленно получилось, да? Угу. А здесь пропали... Вот сделайте чуть-чуть, чуть-чуть, буквально несколько мазочков, и все. Спасибо, хорошо. Угу. Так. Что делать? Доделать. Чуть-чуть подчеркнуть вот тут вот грани, вот как здесь, да, сделано. Хорошо. Смотрите, добавьте вот такой вот тон, как тут, такой светленький, прозрачненький, да? Вот здесь вот его не хватает. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Где-то вот какие-то моменты подчеркнуть. Я поняла. И чуть-чуть вот эти вот прожилочки уже сверху потом нарисовать. Угу. Потом вот этот вот, да, листик тоже сделать. Тут веточка, а тут листик. А, это листик. Угу. Ну и все, в принципе. Так. Так. А здесь у нас, ну, все хорошо. Вот эту потом не забыть. Вот эта? Ну, как у вас тут. А, коричневый. Так и все остальные должны быть. Яблоко обвести бордом или? Яблоко не надо обводить. Зачем? Нет, вот эти белые. Белый кусочек с зеленым. Зеленым. Вот это зеленым. А, вот эта веточка у нас, да? Да, да, да. Зеленый кусочек с зеленым. Так, и все. Так, о, вот здесь уже хорошо получилось листики. Угу. Вот так? Так, ну-ка посмотрим. Да. Смотри, вот сюда вот сделай какое-то пятнышко. Очень хорошо вот это местечко получилось, да, соединилось вместе все. Вот сюда вот не хватает какого-то пятна. Темное. Вот как вот этот вот листочек сделай. Чуть-чуть, просто можешь затемнить чуть-чуть кусочек, и у тебя будет такое объединение. Да, не делай много темного и не делай далеко. Просто вот это пятнышко теперь сюда разведи в разные стороны. Да, как бы объединить вот эти два листика. Ага. Все. Оставляй, да, чуть-чуть. Чуть-чуть теперь вот протри сухой кисточкой. Вот здесь вот наоборот высветли кусочек, да, вот эту лишнюю воду. Собери. Вот в этом краю. Угу. Да. Да. Можно еще побольше собрать вот здесь вот. Как бы какой-то узор листа, как будто бы сделай тут. И все. Так. Эту у меня лицо тоже это заедет. Угу. Да. Молодец. А вот с собой? Все? Забираешь, конечно. Все забираете. Угу. 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 Продолжение следует...